Агитатор Кружевное белье, удобная и соблазнительная домашняя одежда, колготки на любой случай и многое другое. В отделе нижнего белья кружево. Кружево – твое женское преимущество. Торговый центр «Глория Джинс», третий этаж, отдел номер 9. Магазин «Премиум». Средства салонов красоты у вас дома. В нашем магазине вы найдете профессиональные средства для волос, салонный уход за кожей лица и тела, декоративную косметику и элитную парфюмерию известных брендов. Индивидуальные рекомендации консультантов. Улица Дружбы, 157. Магазин «Премиум». В эфире программа «Патрули». Я ее ведущая Анастасия Маслова. Здравствуйте. Где торговали контрафактом? Почему в Кызеле было усиление экипажа ГИБДД? И из-за чего полицейские обратились с призывом к жителям республики? Об этом расскажу сегодня. Число жертв, отравившихся концентратом для ванны в Иркутске, уже больше полусотни. Напомню, информацию о массовом отравлении людей стало известно 17 декабря. И ежедневно трагическая статистика пополнялась новыми случаями. Все они пили не настойку из аптек «Боярышника», а концентрат для ванны с аналогичным названием, в котором содержался вместо этилового спирта метиловый попросту яд для человека. Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, ужесточающих правила производства и продажи продукции, содержащей спирт. В Кызеле же на минувшей неделе прошли масштабные рейды. Сотрудники полиции с проверками нагрянули в торговые точки города. В них зачастую продают всевозможные настойки с высокой долей содержания этилового спирта. Они проверяли наличие необходимых документов, разрешающих продажу этой продукции, а также накладные. Кроме того, стражи порядка изымали настойки для проведения экспертизы, которая должна будет установить, безопасны ли они. Как сообщили в МВД, нарушения нашли лишь в одной из проверенных торговых точках. Там не нашлось необходимых документов, в связи с чем на владельца составили протокол, а товар изъяли. Если в торговых точках Кызела в большинстве своем, как показала проверка, все в рамках закона, то, что продавали в одном из домов на улице Пролетарска, еще большой вопрос. Поводом для проверки послужил анонимный звонок в дежурную часть МВД. В доме стражи порядка обнаружили несколько коробок и десятки бутылок водки известных брендов. Были и настойки, в том числе нашумевший боярышник. В доме полицейские сотрудники Роспотребнадзора обнаружили также бак со специальным шлангом. Предположительно, из него разливали суррогат путем смешивания спиртосодержащих пищевых и непищевых жидкостей с водой. Кроме того, в доме, по всей видимости, принимали стеклотару. В данные граждане я называл спиртосодержащие продукты за две струбы. Все изъятые вещества будут отправлены на экспертюзию. При обнаружении, я даю к счастью, по отношению него могут возбудить уголовное дело. Всего из дома полицейские изъяли почти 135 литров продукции непонятного происхождения. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы обнаруженных жидкостей для проведения лабораторных исследований. И о спасательной операции в Кызыле. Кызылчанка позвонила на пульт дежурного Тувинско-Польского спасательного отряда с криком о помощи. Женщина сообщила, что помощь требуется пожилому мужчине 78 лет. Дверь не открывается, дедушка внутри стонет, сказала она. Спасатели на происшествие отреагировали оперативно. Прибыв на место, с помощью спецсредства они открыли дверь, а далее уже мужчины занимались медики. В республике вновь прошли масштабные проверки на трезвость. Так, в Кызыле инспекторы работали во всех частях города. Останавливали практически каждый автомобиль. И как вы уже догадались, проверку на трезвость прошли не все. Во время рейдов сотрудники ГИБДД проверили почти 2000 автолюбителей. Задержаны 35 водителей, которые сели за руль, будучи под шофе. Стоит еще раз отметить, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения на долгий срок. При повторном же нарушении и вовсе можно сесть за решетку. Мы, как всегда, сделали подборку происшествий, случившихся за пределами нашего региона. Предлагаем вашему вниманию очередной интернет-обзор. В одном из дворов Екатеринбурга вспыхнул автомобиль. Все происходящее засняли очевидцы. На этой видеозаписи видно, как машина сначала задымилась, а после кузов вспыхнул, как спичка. Горящую намарку пытались потушить жильцы дома. Сначала к машине подбежал мужчина с ведром воды. Потом ее стали закидывать снегом. Однако полностью справиться с огнем смогли лишь подоспевшие пожарные. На трассе в Новосибирской области водитель Toyota не справился с управлением и улетел в кювет. Иномарка лихо обгоняет впереди идущий автомобиль. Но уже через секунду Toyota начинает бросать из стороны в сторону. Она выскакивает на встречную обочину, где ее разворачивает и машина переворачивается в кювет. Автор видео остановился для оказания помощи. Как он пояснил, в салоне было двое мужчин. К счастью, оба они ехали пристегнутыми, что без сомнений уберегло их от травм. И авария из самого Новосибирска, которая не поддается никакой логике. Вот мы видим, как автомобили встали в пробку. Водитель Toyota, видимо, пытался ее объехать. Но что-то пошло не так. И он попросту таранит другой автомобиль. Что двигало автолюбителям минивэна, объяснить сложно. Авторы видео предполагают, возможно, водитель перепутал педали. И выделитесь интересным видео на страницах нашей группы ВКонтакте Тува в объективе. До Нового года осталось меньше недели. В магазинах Козыла очереди. Все стараются успеть купить подарки и запастись угощениями к праздничному столу. В городе многолюдно. Идеальные условия для карманников. Полицейские говорят, что именно в этот период возрастает количество преступлений. Обыкновенный поход в магазин может оставить вас без денег и мобильного телефона. В основном кражи происходят в общественном транспорте и торговых точках. Полицейские во весь голос кричат, следите за своими вещами. Мы решили еще раз рассказать вам, как действуют преступники и что следует делать тем, кто обнаружил пропажу. Специальный эксперимент нашей телекомпании. Непрекращающийся поток из людей. Оживленные места, как правило, и выбирают карманники. Вот ничего не подозревающая девушка выбирает головной убор. Молодой человек ненадолго задерживается возле нее и сразу уходит в другую сторону. Ему хватило и нескольких секунд, чтобы забрать себе чужой мобильный телефон. Девушка, а у вас ничего не пропало? Проверьте карманы, пожалуйста. У меня, по-моему, я же в последний раз по телефону разговаривала. Лада, не пугайтесь, это на самом деле был специальный эксперимент. Наш человек вытащил у вас телефон незаметно из кармана. Сейчас мы вам его вернем. Я, извините меня, я даже не заметила просто. Как вытащили? Следующий раз, вот так вот, ловкость рук. В следующий раз будьте внимательны и смотрите внимательно за своими вещами. Да, потеряла, по-видимому, бдительность. Вообще не замечала. И спасибо вам большое, что вернули телефон. Преступники залезают в карманы и сумки с такой ловкостью, что не успеешь и глазом моргнуть. И чаще всего жертвами карманников становятся рассеянные люди. Одни забыли застегнуть сумку, другие отвлеклись и потеряли бдительность. Кроме того, полицейский призывает, не привлекайте внимания преступников, демонстрируя дорогой сотовый телефон или кошелек с деньгами. Особое внимание уделять лицам, которые часто в течение времени посещения торговых объектов часто попадаются в зону видения. Потому что, как практика показывает, данные карманы, воры заранее выбирают жертву и начинают следить со своей потенциальной жертвой. Какие действия, когда карауливают момент, когда человек будет менее бдительным и в этот момент, чтобы совершить преступление. Если вы все же вдруг обнаружили пропажу, первым делом попробуйте найти свидетелей преступления, затем обратитесь в полицию. Но самое главное, помните, что выходя из дома, вы всегда должны быть на чеку. Все на сегодня, хотя нет, это последняя информация в этом году. Ведь сегодняшний выпуск последний в 2016. С наступающим вас! Редакция программы «Патруль» желает вам не попадать в неприятные истории и не иметь проблем с законом. Мне же, как обычно, остается только напомнить контакты. Пишите, звоните, присылайте информацию на телефон и адрес, который на экране. Увидимся в новом году. Пока! Редактор субтитров А.Семкин